МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Миссия МВФ завершает сегодня мониторинг белорусской экономики. Он был связан с предыдущей программой «Стендбай». К слову, она завершилась в 2010 году. И с тех пор сотрудники фонда уже в пятый раз посещают нашу страну с постпрограммным мониторингом. И на этот раз они тоже подготовят отчет для совета исполнительных директоров своей организации. Планируется также, что сегодня на брифинге в Минске эксперты выскажут свои комментарии. Напомню также, что на минувшей неделе министр экономики Беларуси заявил, что наша страна рассчитывает на новую финансовую программу с МВФ. День белорусской экономики в Берлине. Сегодня в столице Германии состоится бизнес-форум с участием руководства Министерства экономики и внешнеполитического ведомства Беларуси, а также Еврозес. Кроме того, запланированы презентации экономического и инвестиционного потенциала нашей страны, в том числе возможностей Банка развития Беларуси. Гости ознакомятся с самыми значимыми проектами белорусских предприятий. Деловые круги проведут переговоры. От Германии в них примут участие руководители и топ-менеджеры крупных компаний, представители различных государственных и негосударственных организаций. В Грузии подводят итоги выборов президента. По последней информации лидирует кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвилашвили. Он набирает более 60% голосов. Это почти в три раза больше, чем у Давида Бакрадзе, выдвинутого партией Михаила Саакашвили. Замыкает тройку экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. У нее более 10%. Официальные итоги выборов ЦИК «Грузия» опубликует в течение 20 дней. За ходом голосования следили около 20 тысяч местных и зарубежных наблюдателей. По данным Центра сберкома Грузии, выборы прошли без серьезных нарушений. В то же время аутсайдеры предвыборной гонки заявляют о многочисленных фактах фальсификации и требует пересчета бюллетеней. В Полоцке стартует Олимпиада союзного государства. Сегодня в городе состоится ее торжественное открытие. Оно начнется с возложения цветов к памятнику освободителям Полоцка. В Олимпиаде участвует 180 старшеклассников. Отборы прошли во всех областях Белоруссии и более чем в 20 регионах России. Из числа победителей сформирован состав команд участников финала. Всех их ждет комплексная работа по русскому языку, литературе и другим предметам. Оценивать способности ребят будут известные белорусские и российские ученые, а также преподаватели. Необычное транспортное средство появилось в Браслове. Его прозвали автолошадь. Оригинальная кибитка была замечена на одной из улиц города. Картина достойная кисти художника. Кузов старенькой легковушки в прошлом дитище советского автопрома установлен на колесную базу телеги. Вместо руля вожжи они тянутся к водителю через проем для лобового стекла. Движущая сила – настоящая лошадь. На этом у меня все. Оставляйте свою информацию по телефону горячей линии и также по адресу в интернете ctv.by. До встречи в 13.30.